У нас в этот раз выборы уникальны, потому что у нас вместо хлеба, повышения пенсии, социальных выплат, минимального прожиточного уровня, в этот раз предложили людям какую-то такую туманную перспективу. Вместо хлеба зрелище. Да, да, круглосуточное зрелище. Перспектива вступления в ЕС и НАТО в невызначенный термин, я бы так сказала. Поэтому людям решили вместо еды предоставить такие абсолютно фантастические на сегодняшний момент зрелища. И я считаю это, конечно, крайне несправедливо, потому что даже по последним данным Госстата семья тратит более 15% своего дохода ежемесячного в месяц на хлеб только. Это вообще уникальнейшая ситуация, потому что более 50% сегодня получается платить на жилищно-коммунальные услуги, и остальные 50% хватает на хлеб, молоко, масло, сыр. Это вот уже 25% бюджета. То есть большинство семей сегодня отказывают себе и в мясных продуктах, и в качественном питании, не говоря уже о лечении. Поэтому мы на прошлой неделе проводили экстренное заседание парламентского комитета по программе формирования прожиточного минимума. Потому что заморозили за последние 4 года прожиточный минимум. Почему это важная величина? Потому что от этого расчет идет всех. Минимальная пенсия, всех социальных выплат, пособий. То есть вот все, что люди получают как поддержку, защиту от государства, идет от прожиточного минимума. Сегодня прожиточный минимум 1800 гривен в месяц. То есть на эти деньги, безусловно, прожить невозможно. Поэтому мы подготовили программу, как пересчитать прожиточный минимум, как новую методологию применить, и как сегодня прожиточный минимум должен быть в стране не меньше, не меньше точно 3600 гривен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова